Турция Байкон Байрак Тар-ТВ-2, тактический блок 2, Турция основанный Байкур оборона производства и беспилотный летательный аппарат. В ходе летных испытаний, проведенных с полной нагрузкой 14 июня 2014 года, он поднялся на высоту 27 030 фойтов, а в летных испытаниях, проведенных 5-6 августа, он проехал 4040 километров на высоте 18 000 фойтов с полной нагрузкой и совершил 24 часа 34 минуты полета. 17 декабря 2015 года две управляемые ракеты ракет Сан-Мам-Эль смогли поразить целью со 100% точностью в ходе огневых испытаний. Исследования и разработки Байкон Дефенси, разработанные в соответствии со стандартами военной и гражданской авиации, были выполнены командой Байкон ТБ-2-Н Байрак Тар на базе инфраструктуры для всех в Турции. Система поступила на вооружение ВС Турции в 2015 году. Он активно использовался в операциях с когтями, проводимых вооруженными силами Турции, в Сирийскую и во Вторую Гражданскую в Ливии. Помимо Турецкой армии, эту систему также использует Азербайджанская армия, Катарская армия и Украинская армия. В 2007 году программа разработки тактических беспилотных летательных аппаратов была инициирована под Секретариатом оборонной промышленности на конкурсной основе, без какой-либо поддержки НИОКР. В рамках этой программы в сентябре-октябре 2009 год были проведены летные испытания системы тактического БПЛА Байрак Тар, полностью автоматическое руление, взлет, полет, посадка, торможение и возвращение в ангар. А система тактического БПЛА Байрак Тар успешно завершила все целевые критерии эффективности. После этапов испытаний между компанией и управлением были начаты переговоры по контракту на два системы тактических БПЛА на Исполнительном совете оборонной промышленности. В январе 2010 год после подписания контракта в январе 2012 год был опубликован график программы проекта разработки тактических БЛА. И работа началась в соответствии с графиком. После подписания контракта предварительные проектные работы, которые велись до августа 2012 года, были успешно завершены и была заложена основа для серийного производства. Первые прототипы систем были разработаны в январе 2013 года, а летные испытания этих систем начались в марте 2014 года. Пока продолжались испытания, было запущено серийное производство. В 2020 году новые флактары со спутниковым управлением, интегрированным с САЧами независимым от наземной станции управления, получили название ТБ-2ССИА. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.